Ваш продукт, концепция вашего продукта, как я и улавливаю, это найди то не знаю что, там не знаю где. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что вы делаете и каким образом. Давайте я немножко такое отступление в первую очередь сделаю. Компания Макафи, в принципе, одна из тех организаций, лидирующих организаций, которая начала именно работать в части облачной защиты. Тенденция такова, что зачастую именно решения класса DLP, которые представлены на российском рынке, они не защищают именно облачные сервисы, которыми мы на сегодняшний день пользуемся. Особенно вот вы сейчас сидите с телефоном и вы используете его в рабочих целях, именно тот же самый офис 365. Но передача данных через офис 365, который неконтролируемое устройство у вас, ваша организация, скорее всего, никак его не контролирует, потому что, наверное, никаких средств защиты не имеется именно в части вот этих приложений. У нас есть общие политики, именно там политики DLP, которые используются внутри нашего организации, нашего периметра. И мы эти политики распространяем также на облачные сервисы, которые использует ваша компания. Без разницы, санкционируемые они или несанкционируемые. Наше коробочное решение, оно собрано с четырех основных решений. Это решение класса DLP, решение класса SVG, Security Web Gateway, решение класса CASB, Cloud Access Security Broker, и решение класса RBI, Remote Browser Resolation. Довольно-таки много решений, как именно коробочное решение. Но зачастую компании просто не могут внедрить это решение, потому что это сложно. И мы говорим, не надо сразу внедрять все. Вы можете как взять коробочное сразу, оно довольно-таки легкое и легко используемое, легко устанавливаемое, но можете делать сегодня DLP, завтра другое. А потом как раз-таки уже собрать все это воедино. И, соответственно, получать и защищать ваши данные без разницы, где бы они находились, откуда они уходили и куда они бы уходили. Не следя за пользователем, хотя это и есть функция относительная, там сетевая активность. Но более как именно защита данных, чтобы бизнес никак не страдал, чтобы бизнес не нес убытки. Я услышала, что в составе вашей огромной машины, такой многомодульной, есть модуль DLP. А, собственно, есть ли смысл в отдельно просто стоящей одинокой DLP, или это уже какой-то пережиток прошлого, и они просто не закрывают там самые популярные, например, каналы утечек. Уверен, что DLP является неотъемлемой частью, соответственно, любой организации. И частью DLP, то есть именно даже на Западе, это как обязательный инструмент для именно безопасников. В первую очередь безопасников. И почему я сделаю здесь акцент? Потому что все же российский рынок, он немножко отличается с точки зрения именно западного подхода. Да, там все смотрят DLP, это как первичная инсталляция, первичный инструмент, откуда, как отходная точка, да, отправная точка. Но на Западе больше дают возможность самому пользователю быть более прагматичным и выполнять свою работу. И мы же все же, когда даже если мы что-то говорим, то есть именно фокусируемся на данных, мы в первую очередь делаем большую работу внутри своей организации, что, к сожалению, на российском рынке не всегда присуще. Они же зачастую, мы говорят, мы хотим какой-нибудь DLP. Я говорю, хорошо, а DLP вы хотите? А что вы хотите именно с этим DLP? Говорю, ну ладно, защищай данные. Я говорю, хорошо, а вы уже сделали инвентаризацию своей компании? Нет. Это, наверное, первая отправная точка любой организации, которая хочет именно заниматься, ну, то есть предотвращать утечки. Второе, а вы пошли к бизнесу и спросили, а что у нас является конфиденциальной информацией, что мы можем, соответственно, передавать, а что мы не можем? А это зачастую очень довольно-таки сложные длительные процессы, которым по большей части, где организации не хотят именно, наверное, прикладывать столь большого усилия, им проще все же поставить шпиона-агента на рабочую станцию, который будет полностью мониторить. На вводной дискуссии поднимался вопрос этики. И вот ваше решение, оно непосредственно залезает там в тот же Телеграм, где у меня могут быть и мои личные переписки, и там корпоративные. Как вопрос этики решается, вот этично ли это залезать в мой Телеграм? Смотрите, мы не говорим о вчитке Телеграма, да, там, то есть мы не, соответственно, не проверяем Телеграм на всю именно историю переписки. Если мы говорим в части Телеграма, мы говорим о... Мы делимся документом. Я вам переслал какое-то данное, данные по Телеграму. И чтобы эта пересылка была безопасна, или вы могли принять, например, в Телеграме на своей рабочей машинке какой-то документ, чтобы это было, соответствовало безопасности вашей организации. То есть, чтобы какой-то зловред туда не переслали, чтобы вы были спокойны. И организация, в первую очередь, была спокойна, то, что вы, ну, либо какой-то пользователь, которые получили, соответственно, эти данные, при открытии его не пустили злоумышленников внутрь своей, да, там, организации, которая бы не скопировала, допустим, какие-то данные по входу в какие-то корпоративные приложения. И потом, к сожалению, вы, как обычный пользователь, которому не сообщили, что это делать нельзя, как зачастую это бывает, не стали еще, еще хуже того предметом преследования внутри вашей организации, и потому что, как мы видим, зачастую ни одна компания, которая, в принципе, даже вообще зарубежная, отечественная, по большей части всегда находит, к сожалению, злоумышленников внутри своей организации, потому что проще всего скинуть на кого-то третьего, да, там, то есть, и это, к сожалению, так оно работает, это специфика нашей, там, специфика нашего рынка. А если мы говорим про западный подход, поэтому мы не мониторим за пользователя, мы максимум мониторим его сетевую активность, и куда он там мог пойти, что-то там, допустим, которое не соответствует правилам нашей компании, и только. А если мы говорим как раз-таки о данных, мы можем, а, заблокировать передачу каких-то данных, либо, б, уведомить его, что его действия являются неправомерными, и сообщить об этом администратору, как минимум, допустим, который следит за этим решением, и он уже, исходя из этих инцидентов, будет принимать решение, там, передавать дальше, и там уже будет смотреть. Вот разница в подходах. Поэтому этичность, она больше применима, я думаю, к части именно российских производителей, нежели чем к нам.